Приморские города постепенно отходят от последствий ледяного дождя, обрушившегося на регион в конце прошлой недели. Большой урон ледяной дождь нанес и Спасскому району. Было большое, я бы сказал, огромное количество отключений. То есть пострадало 5 сил в первый же день. Было отключено более 500 домов с общим населением более 4 тысяч человек. В первый день у нас были отключены 9 котельных, были отключены насосные станции, скважины. В течение суток все эти аварии были устранены. Восстановлением электроснабжения занимались сотрудники ДРСК, Оборонэнерго, Спасскэлектросеть. На помощь местным электрикам пришли бригады из Лесозаводска и Лучегорска, 20-й пожарно-спасательный отряд МЧС России по Приморскому краю. Всего в ликвидации последствий обледенения было задействовано более 40 человек. Из-за большого количества отключений некоторые села, некоторые улицы, вернее, отдельно взятые, находились без света практически 5 суток. Вот это как бы неприемлемо. И, как я считаю, администрация в принципе сделала все, что от нас зависит, с учетом того, что мы задействовали все ресурсы, которые мы только могли. И вплоть до того, что привлекли из соседних районов. Утром 24 ноября все потребители были подключены к электроснабжению. Отметил глава района и работу глав сельских поселений. Главу поселения приложили максимум усилий для того, чтобы устранить аварийные ситуации у себя в поселениях. Привлекали просто граждан, не только должностных лиц. И вот на сегодня главы вышли с инициативой даже, чтобы администрация района отметила благодарственными письмами тех людей, которые проявили наиболее активное участие в устранении этих аварий. Сегодня в Спасском районе идет уборка территории от поваленных ветвей деревьев. Представители дорожных служб занимаются расчисткой дорог. В Спаске-Дальнем также продолжается работа по очистке дорожного полотна от наледи. На дорогах у нас работает наш город, муниципальное учреждение. Задействованы две машины КДМ, которые очищают снег, посыпают песко-солевые смеси. Задействованы два трактора, также это уже учреждение. Привлечены силы МУП «Городской рынок». У них тоже есть техника БОПК, этот трактор. А также грузовики, два грузовика задействованы, которые занимаются вывозом веток, подсыпкой песко-солевой смеси, где не могут к КДМ-ке зайти. Ну то есть работа ведется, люди занимаются, все понимают, в какой ситуации оказался. Приморский край, в частности наш город. Поэтому силы брошены на уборку дорог и придомовых территорий, и веток. Большой урон стихия нанесла и зеленым насаждением города. По словам специалистов, в большей степени пострадали молодые, неокрепшие и старые деревья. Пострадали практически все березы. Это дерево тонкое, дерево нежное, стволы, ветки у них тяжелые. Значит, я думаю, что много из них погибнет. На восстановление, конечно, деревья выйдут они, я думаю, из этого всего. Нужно подождать. Весной будет у нас работы очень много. Но и сейчас у сотрудников МУП «Городской рынок» работы хватает. Сразу после циклона они начали расчистку тротуаров, автобусных остановок от наледей снега. Наледь очень сильная. Посыпаем, ликвидируем скользкость на пешеходных переходах. Очень часто бывает, что только пешеход расчистили, чтобы люди ходили. Следом техника идет, его засыпает, мы снова туда же идем. За день бывает по два раза на одних пешеходах работаем. Приступили сотрудники участка озеленения к уборке города от поваленных веток. Наравне с мужчинами работают и женщины. На сегодняшний день мы начали парковую убирать. С одной парковой, это первичный вывоз, мы вывезли около 40 кубов. Длина работы идет, тяжело работа идет, но она движется. Я хочу, чтобы жители наши немножко поддержали нас негневными высказываниями, что где-то не сделано, а просто поддержите морально тех людей, которые работают и днем, и ночью. Олег Завьялов, Екатерина Дзубан, Николай Лисицын. Новости на Восьмом.